Добрый день! Я прошу прощения, что выхожу все время с опозданием, но вот что-то у меня с техникой постоянно какие-то проблемы. Во-первых, я плохой пользователь, во-вторых, какие-то еще создают попытные проблемы, пришлось менять место эфира, потому что дома вообще напрочь пропал интернет. Как восстановить это время? Ничего страшного. Тем не менее, сегодня очень хотелось поговорить о таком важном процессе, как у Искандера Веримбетна. Почему хотела именно к этому процессу? Во-первых, мне довелось участвовать в похожем процессе. Это процесс, если вы все помните, Натюшкам Жмакуловым и Колгаком Женебековым. Тогда этот процесс точно так же был инициирован, сфабрикован и в итоге реализован в суде одной и той же группой. Начиная от следователей, заканчивая прокурорами и судьем. И вот именно это является той самой большой проблемой нашего общества, которая и вынуждает всех нас требовать перемен, требовать изменения. Давайте мы вот немножечко, я вернусь в тот момент, для того, чтобы напомнить тем, кто не знает, обновить информацию. В какой-то момент началась борьба между Министерством культуры и группой, которая работала над проектом «Феникс», над фильмом «Феникс». И закончилось это все очень плачевно, потому что у людей, во-первых, отобрали икуту, и всех их признали преступниками, сделали преступниками. И отправили за решетку некоторых из них, потом с трудом этих людей мы вытащили. И все они получили условные сроки и были названы мошенниками и наказаны там по уголовной статье. С чего все началось? С того, что министр культуры самоличный, коррупционным способом, деньги с проекта «Феникс», который выделило правительство, выделило под определенный проект, полностью эти деньги забрал и придал под проект, который готовился для Назарбаева, клуб лидера, снимался фильм. Все эти деньги ушли туда, полмиллиона долларов. За эти деньги, естественно, началась борьба на киностудии, начали эти деньги пытаться возвращать, тем более, что был равнозначный спонсор на такие же средства американская голливудская компания. Естественно, началась война за эти деньги. Но пока дошла война на уровне таких денег, она еще как бы на уровне казах фильма и Министерства культуры, это все еще как-то спокойно, да, не предавалось там преследованию, особенно так далее. Потом подключилась, так сказать, оппозиция, то есть всталгаджин веков попросил меня участвовать в этом процессе, попросил это все поднять для общественности. Мы дали серию интервью и начали раскручивать это все. Нам удалось сделать даже несколько публикаций в СМИ, привлечь СМИ, причем телевизионные, к этому вопросу. Процесс шел очень бурно, кто помнит, сопротивлялись нам тоже очень бурно. И когда дошел момент до выявления тех вещей, что Мухаммадилы занимаются домогательствами, а там уже я, простите, подняла на уши пол Казахстана, потому что публикации шли одна за другой, только КТК выпустил пять сюжетов. 31 канал, КТК, другие каналы, все в семье, все для Димы отметились. То есть в этот момент Мухаммадилы поняли, что ему конец, и поскольку этот человек напрямую приближен к семье, в дело, значит, это уже начали страдать интересы Елбасы. И в дело включили как раз-таки группу, которая занимается интересами Елбасы, группу Сергея Пирога. И начали тогда уже давить совершенно по-другому, потому что требовалось не просто там разгромить, а уничтожить всю эту группу, которая занималась разоглачением Мухаммадилы. Почему мы считаем, что в этом случае пострадали интересы Елбасы? Потому что, как сообщала супруга Альмюра Мусаева, Лидия, если вы помните, такого поздно летела у нас очень популярный, в Сеймайер, да, значит, это было такое сообщение, что Алексей, такалка, так сказать, Елбасы, с кодовым именем Алексей, которую зовут Асея Сабаева, она является родной племянницей Мухаммадилы. Именно он привел ее к Елбасы, именно он сделал ее женой и так далее. И, в общем, таким образом завоевал себе почетное место под солнцем и стал, так сказать, членом семейства Елбасы. И в результате, поскольку Мухаммадилы покусились на самое святое, и мы этого не знали, естественно, никто из нас не знал, что Асея Сабаева является племянницей Мухаммадилы, и мы, естественно, дальше шли, 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 и в какой-то момент нам везде перекрыли кислород. Если помнить, Копяка удалил все видеозаписи, все материалы, которые были связаны с этими домогательствами, удалили повсюду. И против Феникса быстро и очень мощно начали раскручивать обвинения. Поскольку обвинений не было, все построили, все строили, как обычно, пытались из людей вытащить признательные показания. Из кого вытаскивают? Ну, схема очень простая. Вам здесь надо объяснить схему. Она сейчас работает точно так же на процессе у Ерембета. Собирается коллектив, группа людей и объявляют виноватыми ему, естественно, команду. То есть команда занимается хищением. И начинает ломать. Вот, допустим, в нашем случае Эскандер Ерембетов, он не ломается. Его невозможно обвинить. Он пережил пытки, пережил испытания всевозможные. Он не признает ту вину, которую на него пытаются повесить. То же самое было на процессе у Тунгишпа Жаманкулова. Жаманкулов, конечно, не дался то туда, то сюда, то признавался, кто отказывался. Долгать же на веках до последнего шел в отказ. Галхар Аскакова, бухгалтер, который, финансовый директор, которого тоже первого посадили, тоже до последнего стоял и отказывался. Обвинения, которые на нее пытались наносить повесить. И, естественно, схема немножечко ломается. Но все равно они своего добились. Они добились в итоге признания. Ни от Долгхар, ни от Джана Бекова, ни от Тунгишпа Жаманкулова. Они нашли слабое звено Наташу Юдину. И Наташа Юдина начала рассказывать о хищении. До этого было шесть проверок. Эти шесть проверок не выявили даже похищенного стаканчика пластикового. Причем проверки проводил антикоррупционный комитет на студии. Все это было нормально. И вдруг начали проводить проверки. Юдина стала давать признательные показания. И следом все посыпалось. Посыпались все остальные. Потому что когда Юдина встает и говорит, вот этому человеку я в конверте дала денег, вот столько доказательств нет, ничего нет. Есть только слова Юдина. По приказу Тунгишпа Жаманкулова. Цифры не били. Не били никакие абсолютно факты, которые пытались в следствии повесить. Но один за другим люди стали ломаться и признавать эту вину. Потому что одному за другим говорили. Признаете вину, пойдете домой. Признаете, пойдете домой. До последнего держалась долга, раскакка, выдержался долга Джанубеков. И в итоге даже Тунгишпа Жаманкулов остался при своем. Он в отрезке отказался признавать вину. Хотя в самом начале под давлением дал публичное заявление. Сказал, что вот он признает. Это публичное заявление он сделал только потому, что следователь мужиков и, скажем, Жаров, пообещали ему, что выпустят женщин из тюрьмы Наташу Юдину и прекратят расследование. И вот таким образом вот это все строилось. Потом, когда Тунгишпа понял, что его обманули, он решил все слова забрать обратно, рассказал всю правду, но уже было поздно. Теперь вот что происходит на процессе Эскадера Ерембекова. По сути происходит то же самое. Эскадера задержали вообще по одному обвинению следствия. Сейчас идет по другому обвинению. Эскадеру сначала предъявили защищение 50 миллионов. Отмывание денег облязывало в размере 50 миллионов. Надеялись, что его будут бить, надеялись, что его будут истязать, мучить. И он эти деньги признает, как признал его тоже Кокмадзе. Ну, если такого пацана, как Кокмадзе, били-били и сломали, то почему бы не сломать Эскадера Ерембекова? У них же простая очень логика. И они вот, следуя этой логике, они били-били, издевались, мучили, не оказывали ему медицинскую помощь. Человек там два месяца болел, лежал с температурой, со сломанными ребрами, с разбитой головой, помощь ему не оказывали. Все это время оказывали давление на семью, на его детей, на его сестру, на родителей и так далее. То есть, ну, в любом случае, как бы, ну, все это не менялось. Эскандер мужественно дошел до судов. Схема следствия по нам. Ну, что нужно делать? Надо срочно признать виноватым похищением. У себя, опять, на предприятии, то есть, получается, эскандер-бизнесмен начинает давить на так называемых подельников людей, которые работают на предприятии, учрежденного эскандером. Он не является управляющим это предприятие, он является учредителем SkyService. И людей, которые причастны к управлению, начинают ломать, давить, и они тоже начинают сыпаться под это давлением. Ну, простите, почти год эти люди заперти были. И, естественно, я представляю, какое давление на них, на всех отказывались. Тем более, что все они боялись в этом признавать, боялись сообщать на волю о том, что над ними издеваются. Сейчас мы все видим, что те потерпевшие, которых в качестве обвинения, в качестве свидетелей обвинения пригласили там следователей, пригласило следствие, они все отказываются, говорят, что вот следователь нашел, оказывается, это следователь нам сообщил, что вот, оказывается, Рембетов у нас там что-то украл. А вы сами считаете, что у нас там что-то украли? Да нет, мы считаем, у нас вообще хорошие были партнерские отношения. Ну, вот следователь сказал, значит, так оно и должно быть. Ну, то есть это ни в какой стране и мере невозможно, чтобы заявление о хищении возбудил следователь, а не человек, который пострадал, да, допустим. И вот этот бесконечный абсурд, он, ну, естественно, продолжается, продолжается только потому, что такова просто схема, такое желание у… на самом верху, такая команда на самом верху дана, и эту команду любыми способами люди даже не пытаются маскировать свою грязь. То есть они фабрикуют дело, и они даже не пытаются маскировать эту грязь, они даже не пытаются маскировать свои преступления, они в открытую, в наглую идут все вместе, включая судью Шакирова. Так вот, в чем связь? Судья Шакиров точно так же был судьей на процессе уже Манкулова и Женебека. Применили одну и ту же самую схему. Через подчиненных надавили на главных лиц и паровозом, так сказать, несмотря на то, что главные действующие лица не признавались, паровозом этих всех лиц сделали виновным. Заодно. То есть если ты не признаешься, признается твой подчиненный, и какая нам разница, мы возьмем за основу слова твоего подчиненного и сделаем тебя виноватым. Вот по такой схеме были осуждены 9 человек на проекте «Феникс». У людей, когда поскольку не было доказательств прямого хищения, у людей конфисковали зарплаты, командировочные расходы, расходы на реквизит, которые были потрачены в ходе создания фильма. И мотивацией была такая вещь. Казахфильм, 5% отснятого материала, не казахфильм, а антикоррупционный комитет, 5% отснятого материала, 5%, думайте, 5% отснятого материала отдал на экспертизу неким режиссерам, неким продюсерам, которые вынесли, значит, свой вердикт, что снято некачественно. 5% оценили, что фильм, значит, своровали деньги на фильм на 5% отснятого материала и потребовали вернуть все деньги государству. Вот такая произошла абсурдная вещь. И украденные, так сказать, в кавычках «деньги» у государства потребовали вернуть и Жаманкулова, и Жамбекова, и всех остальных. То есть распределили, причем распределили то, что откатом забрал Жамандыков, то, что откатом осталось в министерстве, то, что откатом пилило само министерство, выдавая эти деньги. Там вообще страшная история, когда люди сейчас говорят, что Жаманкулов вор и так далее. Поскольку я изучала все эти документы, финансовые документы, и видела, какие суммы на самом деле пришли на проект, какие суммы до них не дошли, какие суммы остались в карманах у Жамбекова, остались в карманах у Мухаммедиулы. Откаты все берут. И скандалка началась с того, что Мухаммедиулы требовал откатся всего фильма. Стоимость всего фильма была 3 миллиона долларов. Половину денег давали продюсеры из США, половину денег давало наше государство. Пробало состояться в США. Вы представляете, если бы этот фильм вышел в прокат в Америке, американская продюсерская группа, номер один в Америке, бралась за прокат этого фильма, и мы бы собрали миллионы с этого проката. Но нам не дали, потому что какой-то мелкий человечек Мухаммедиулы захотел срубить свои 10%, естественно, американцы встали в позу, наши встали в позу. Более того, там, Жамангулов пытался договориться, давай после. Сейчас нету, где взять 300 тысяч? Боже мой, где их взять? Но нету таких денег, да? 10% он упадал. В итоге фильм не смогли снять, но люди принципиальные пошли бороться, всем хотелось. Я знаю, что Талгату очень хотелось в итоге выпустить кино. Но чем все закончилось? Наняли группу Перова. Группа Перова, она очень влиятельная. Чем она занимается? Она занимается всеми, так сказать, делами, связанными, во-первых, с теми людьми, которые идут против Елбасы. Это, естественно, в первую очередь, во втором ряду. Все, что связано с интересами Елбасы, обслуживает и расследует Сергей Перов. Это такая бездонная почка, куда уходят огромные бюджеты. Огромные бюджеты. Вы знаете, Перов даже вот здесь, вот в Киеве, поработал по мне. То есть даже сюда сумму в свой нос Сергей Перов и даже здесь выделил бюджеты для того, чтобы работать со мной. И эти бюджеты поистине вот какие-то, ну, нескончаемые, понимаете. Когда эта группа, и эта группа все время растет. Вот, например, ребята из антикоррупционного комитета, которые занимались делом Тункишка, Жванкулова и Женобекова, Боржа, Мужиков, Жандосары, там есть еще другие люди, да, они себя проявили, зарекомендовали, как фермы отданные, да, и их забрали в группу Перова. И сейчас они обслуживают другие процессы. Например, процесс Искандера и Ренбекова, да, сейчас. Вот именно Мужиков, Арыб, они являются теми следователями, которые сфабриковали вместе с Перовым дело против Ренбекова. Сфабриковали один в один по схеме, как против Жанобелова и Жанобекова. То есть давили, давят и продолжают оказывать давление на подчиненных, и таким образом выбивают, якобы, доказательства вины Ренбекова. Абсолютно на абсурдных обвинениях построено. С чего начался процесс? С того, чтобы Искандер вообще попросил прокурора обосновать завышенный вот этот термин о завышенном доходе. Понимаете, надо было обосновать просто термин. Когда спросил его судья, вы вообще поняли, да, в чем вас обвиняют? Он сказал, вообще-то мне хочется понять, что значит необоснованность дохода. То есть незаконность или необоснованность? Расскажите мне, вот мне дайте пояснение. Прокурор не смог ответить. Судья вообще повел себя как последний, я не знаю, очередной, это ужин. Он сказал, я тоже не понимаю, вообще затрудняю, что это за термин. Прокурор сказал, что он в ходе процесса разъяснит, в ходе процесса даст понимание этому пермину. Вот на этом и разошлись. То есть незаконность прибыли не смогли объяснить. То есть такого необоснованность завышения прибыли они не смогли объяснить, где там незаконность. Но на этом основании построены все обвинения и на этом основании обвиняют весь этот процесс. И что я хочу сказать в связи с этим. Режим до такой степени обнаглел, они открыто используют. Ну хорошо, мы привыкли к тому, что следствие там, даже где-то прокуратура и так далее, что это все в связке работы, что там начинают подключаться большие люди, генералы там, еще что-то. Но когда вызывают, простите, обслуживают процесс уже судей, ведь там же был другой судья заявлен, он дал самоотвод. И в дело вступил вот этот Шакиров таким. Именно это ручной судья, которого использует Сергей Перо в своих проектах. Теперь давайте посмотрим, по кому прошелся Перо. Перо занимается делом Храбуновых, Перо занимался делом Матаевым, Перо занимался делом Жангулата Мамая. Везде на всех процессах Жуманкулов, Мамая, этот, как его, Ерембетов, один и тот же прокурор бегает, Баймагамбетов, вообще неадекватный тит, который кричал на процессе у этого Жангулата Мамая, что почему вы все время присылаете Жерембетову в газеты только с Облязовым. Вот почему только с Облязовым в газеты присылаете, почему другие не присылаете, то есть прокурор, да, уровень обвинения какой, предъявляет обвинение Жангулата, почему все время присылается именно в газеты с Облязовым. То есть у них закон Облязова прям существует, прописан, то есть все, что связано с Облязовым, надо вот предать анафему, надо обязательно за это непросто, надо за это судить каждого, кто каким-то образом связан с Облязовым. Вот такая история. И сегодня на обслуживании Аниперова сидит суд. И конкретно в лице судей таки она шокирована. И вот этот судья будет выносить в скором времени приговор. Вот кто этот судья? Вот как можно этого существа воспринимать как легитимного судью, как человека, который имеет право заниматься такими вещами? Меня, например, это очень сильно волнует и беспокоит, потому что когда в стране уже в открытую, даже вот ну ладно фабрикуют дела там, да, вот мы видели процесс, как вела Жерелгасова, там шесть раз подавали отвод Жерелгасова, все подавали. Вермек подавал, Вимиталик подавал, каждый защитник подавал, каждый адвокат подавал, да, шесть раз подавали отвод, отвод не приняли. В наглую подали на нее, значит, жалобу в этот, как называют, адвокатский совет поэтики. Она в наглую оттуда вышла, хлопнула дверью. Все нормально. Но тут, извините, уже не просто так вот, как бы, а именно нанимают на обслуживание этого режима специальных судей. То есть у нас вообще нет шансов как-то защититься. Вот в этой стране у человека нет шанса защитить себя в суде. Вообще нет ни одного человека. Тем более у людей, которые идут по политическим процессам. А сейчас у нас семь политических процессов только на одной неделе рассматривают. Я все время об этом говорю, то есть я уже третий эфир показываю из эфира в эфир о том, что у нас идет засилие политических процессов. Огромное количество людей по сфабрикованным обвинениям и сегодня еще дальше преследуются. И я хочу сказать одну вещь. Режим столкнулся с новым для себя явлением. с абсолютно новым непонятным для себя явлением. Как начиналась работа ДВК? Когда мы организовали чат в феврале месяце, 1 февраля появился чат ДВК в телеграмме. Он начал стремительно набирать людей. Стремительно. За 42 дня набирало 100 тысяч. Что сделал режим? 13 марта нас объявили экстремистами. Как нас объявляли экстремистами? С вечера 12 марта всем СМИ разослали сообщение о том, что будет брифинг генпрокуратуры. Утром провели суд, 12 часов провели брифинг. Нормально? И уже 12 часов был записан ролик о том, что экстремист Аблязов, экстремист ДВК и так далее. То есть все заранее подготовили, начиная от брифинга даже. Понимаете, даже здесь не стеснялись белыми метками и заканчивая решением суда и пиар-машин. 13 марта нас признали экстремистами, начались посадки. Посадили сразу, только 13 марта в Алма-Ате взяли трех человек. До этого, наверное, где-то числа 6 марта было арестовано четверо, трое в Астане. И вот этих 6 человек это были очень яркие активисты из ЧАКов, очень яркие. Они были любимчиками, все любили. Этих людей начали ломать. Несколько человек, из них были огни на начале активистов. Их начали ломать, эти люди дали, кто-то из них даже дал признание на видео, которое выбивали из каждого. каждого человека, которого приводят преследуют за участие ДВК, требуют сняться на видео, дать свое опровержение, что они не считают ДВК демократической организацией, что их обманули, обманывают и туда втянули. Ну, такой бред. И все шестеро в итоге раскаялись и ушли домой. В отношении кого-то даже вообще прекратили дело, видимо, сотрудничали. Но вдруг режим столкнулся с интересным явлением. Появились люди, которые не хотят признаваться. Вот они не признаются и все. Вот сидят семь человек и не признают эту вину. И сидят в тюрьме и им открыто говорят, вы признавайте, тогда пойдете домой. Вы давайте частично признайтесь, скажите, что вы виноваты. Скажите, что облязут флор, скажите, что там все плохо, что вас там всех обманывают. Скажите, что вам пообещали деньги, заплатите и не заплатили. И тогда мы вас отпустим домой. Так обрабатывают каждого. Из этих семерых всех семерых обрабатывают подобные офисы. У нас только Ким Жибе Кабишев высказал стороннюю позицию, но он и прав, потому что он вообще непонятно, за что сидит этот человек, он вообще не имеет к политическим процессам никакого отношения. Понимаете, его закрывали еще, вы знаете, 9 месяцев назад. 6 человек сидят и не хотят отказываться от реказа. Они все шестеро. Альмаджи Магулах, как его, Асета Абишет, наш Аблава Жумаев, они все говорят о том, что почему мы должны отвлекаться ДДК. Я поддерживаю идеи ДДК. Идеи ДДК обыкновенные, самые простые. Люди хотят перемен, хотят хорошо жить. Там нет никаких экстремистских идей. Любой человек, который откроет нашу программу, откроет нашу политическую платформу, он увидит, что это все абсолютно гуманное направление, демократическое, основанное на тех ценностях европейских стандартных, которые общеприняты и понятны во всем мире. И во всем мире все развивающиеся страны, благополучные страны, страны успешные, именно на этой платформе основывали свою политическую деятельность. Точно такая же платформа, никто не забирал велосипед. Всегда Маткар в этом говорит в эфирах, что незачем изобретать велосипед, когда он уже есть. И мы возьмем только самые лучшие, только самые передовые технологии, опыты всего мира и построим успешную страну. Ничего другого никто не собирается делать. Более того, даже никто не ставит себе целью пойти и свергнуть этот режим насильно. мы себе поставили простую задачу собрать такое количество людей, чтобы критической массы было достаточно, чтобы выйти на площади и те бандиты, те воры и убийцы, которые сегодня управляют страной, собрались в чемоданчики и быстренько улетели. И если вы знаете, если вы наблюдаете за процессом, Назарбай всегда улетает в такие дни страны. И преимущественно в Китае или в России он всегда покидает страну. Он это делал в 2016 году, когда люди выходили на земельные митинги. Он это делал и в этом году, когда 10 мая наши люди выходили с требованием остановить пытки и освободить политических заключенных. То есть человек боится и нам действительно достаточно собрать серьезную критическую массу во всех городах и выйти на площадь. А для этого всего-то надо быть сплоченными и для этого мы занимаемся просвещением. То есть ДВК последовательно, целенаправленно занимаемся просвещением, людей образовывать. Мы создали ячейки, мы создали этот чат для того, чтобы работать. Проводим прямой эфир и рассказываем, разъясняем и так далее. Вся задача только на этом построена. И вот сейчас наш режим столкнулся с невероятной для себя новостью. Не все оказываются готовы признавать их процессуальные соглашения, подписывать, признавать несуществующую вину и раскаиваться непонятно в чем. И для них это новость. Они не знают сейчас, как действовать в этих процессах. И мы видим по этим процессам, мы все вдуматься и посмотреть внимательно, почему так долго идут все процессы, почему 9 месяцев ничего не могут придумать, сделав Алматы обвинениях. Потому что там невозможно придумать что-либо основать, дать какие-либо серьезные основания для обвинения, потому что не на чем. Все строилось на предположении, что человека будут бить, что человека будут мучить, он признает вину. Он не признал. Кинжибе Кабишев ни в чем не признает себя вину. Ну вот как строить обвинения, если у защиты есть огромное количество доказательств, что они не причастны к тем обвинениям, которые против них подвигают, а у стороны обвинений нет ни одного доказательства, кроме голословного. Понимаете? Как строить обвинения против Норжоба Асет, которого сейчас обвиняют в мошенничестве? У стороны защиты есть доказательства, у той стороны есть мнимые обвинения со стороны супруги какого-то полицейского, которая якобы когда-то в каком-то году дала ему денег, он их не вернул. И бедная девочка сидит, дает показания, прокурора спрашивает, а дальше что я должна говорить? То есть ее научили, она не знает, как его правильно обвинять, периодически она у прокурора спрашивает, а что дальше говорить? А чем говорить с этой тупой властью, если они даже элементарно не могут сесть внимательно поработать, они не собираются этого делать, они не собираются внимательно работать. сесть внимательно поработать и составить обвинения таким образом, чтобы общество хоть отчасти в них поверило, хотя бы отчасти в них поверило. Такое же точно на деле Искандера Еленбета. Даже отчасти невозможно поверить в то, что Еленбета занимался мошенничеством. И потом, простите, если это мошенничество, вы, ребята, обвиняете человека в мошенничестве, а зачем тогда такой простите кипиш? Зачем ОМОН, зачем было КНБ участвовать в захвате этого человека? Для чего КНБ занимается мошенничество? Для чего межконтинентальная группа Сергея Перова, такая влиятельная группа, занимается мошенничеством предприятия, личного частного предприятия Искандера Еленбета? Где там государственные интересы? Объясните мне, покажите мне, какие такие государственные интересы затронуты на предприятии Искандера Еленбета? Это его личное предприятие, его личные доходы, в конце концов, если у него что-то украли сотрудники, это его личные проблемы, его собственный бизнес. Каким образом его собственный бизнес, который все эти годы платил налоги, создавал рабочие места, платил людям зарплаты хорошие, таким образом он нанес ущерб Казахстану. Я хочу понять, в каком месте безопасность Казахстана пострадала от бизнеса Иринбекова. Зачем там такая куча КНБшников, зачем там куча этих волкодавов Сергея Пирова, и для чего такой кипиш вокруг этого процесса создали, для чего снимали ролики, потратили кучу средств государства, каждый раз, вот вы включите хабар, там еще что-то, везде вы каждый раз идут фильмы, ролики на КПК идут только при Иринбеков и привязывают его к Амлязову. Вот зачем это все, если это не связано с государственными потерями? В то же время, например, когда мы показывали абсолютно убедительный факт воровства, мы сделали запись невероятным образом, была сделана запись совещания с Комитета культуры, где Мухаммедилы собственноручно там, и даже не отрицал, что это его голос, понимаете, он даже не отрицал. Он отдал распоряжение с этого проекта деньги перекинуть на то, у тех все забрать, и мы на тех еще возбудим уголовное дело. Вот так спокойно человек стоял и проводил совещание, понимаете? И в этом смысле не было никакого проведенного расследования, никто не кинулся ничего расследовать, ни комитет национальной безопасности, ни пирог, никто, никому не было дела. Все расследовали, вот, пожалуйста, Женебекова, Женакова и так далее. Ну, это понятно для каждого из нас, понятно, что стране все так устроено. Но я что хочу сказать? Те люди, которые сегодня держатся. Это на самом деле для казахстана уникальный случай. Более того, на подходе еще несколько процессов, где люди точно так же держатся. Знаете, у нас есть совершенно уникальный случай, да, я бы не хотела, конечно, озвучивать имена, но у нас есть два процесса, где наши ребята вот так же стояли по 405-й статье. Стояли, в глаза судье говорили, да сфига я виновата. Ну, в каком месте я виновата? Ну, я хочу и буду поддерживать идеи ДВК, они нормальные. Это вы хотите сейчас из меня сделать идиота, что я поддерживаю идеи ДВК. А почему я должен поддерживать этот режим, который всех обобрал? Я буду поддерживать те идеи, они экономически, социальны, в правовом смысле, они нормальные. Они мне подходят, они подходят каждому гражданину себе. И суд отпустил этого человека на условный срок. И это дело, единственное, чего они добились, этому делу не придали огласку, постарались его сделать без журналиста, без огласки. И в суде рады были, что этот человек убрался из суда. Но он не убрался, он пошел дальше в апелляционный. В апелляционный точно так же стоял и доказывал, вы что меня сделали виноват? Сейчас он дальше пойдет в Верховный, естественно. Дальше он пойдет в ООН. Он везде будет идти и говорить, я был, буду и остаюсь сторонником ДВК. И вы не сделаете со мной ничего. Ну дали вы мне судимость, устроили вы мне уголовный срок. Ну и что? И вот сейчас такие люди будут появляться, их будет много. Потому что процессов на самом деле очень много. У нас по 405-й статье возбудили очень много дел. А 405-й — это участие в экстремистской организации. И вы знаете, что экстремистская организация нас признали самостоятельно, посидела несколько человек, так сказать, Назарбайская тройка, да? Села, признала, как в третьем году. Никого не было, никто не присутствовал, никто не смог себя защищать и так далее. Просто взяли и признали виноватым. И таких процессов будет еще много. Я хочу вам сказать, что сейчас режим будет думать, как, что делать, как с этими людьми поступать, что нам, как на них давить. Ведь им же становится больше. И вот здесь фактор, когда я вчера говорила, что все решит только массовость, все решит только объединение, да? И вот этот фактор объединения, он сейчас будет играть самым серьезным. Если мы не будем отступать, если мы будем продолжать держаться ради тех людей, которые сегодня сидят, и ради своего собственного будущего, ради нашей собственной страны, вы посмотрите, ведь страшно реально детей оставлять в такой стране. И завтра любого. Вот он сказал эту речь когда-то, года 3-4 назад, «Я любого возьму и посажу». Ну, естественно, любого можно посадить, когда на вас напрямую работают суды, на вас напрямую работают следователи, прокуроры, целые межконтинитальные группы. И, естественно, нам надо этих людей поддерживать всеми силами и самим держаться. Потому что если самим держаться, если вот это все сейчас уже дает такую работу, в процессе все идут долго. Вот 9 месяцев ничего не могут придумать, а у матом же он был. Уже сколько, почти 4 месяца ничего не могут придумать. Сосед, а у нас жил, ба. С 13 ноября сидит Еринбетов тоже все мучается, то так вот, то так все это подводит эти дела. Не покажет, но вот это все довести, вывести в такое, быть более-менее убедительное. У нас тоже очень долго уже сидит облава Жумаев, то есть уже давно, сколько задержан был в начале мая, считайте. И точно так же сейчас по нему построены все обвинения. Судья изо всех сил укрывает людей из КНБ, которые участвовали в фабрикации дел, которые подбрасывали листовки, которые угрожали. Угрожали Альбуллер-Берды неимоверно. Просто там шли такие наглые разговоры, такие наглые угрозы и предупреждения. Это все, естественно, бандитская группировка. По-другому их назвать нельзя, потому что ни один процесс человеческий в мире так настроится. Людей нельзя обвинять, просто хватать на ловном месте, притаскивать в тюрьму и делать. И они будут думать, как решить это все. А думать мы можем им помочь. Потому что если мы будем оказывать давление на них, если мы будем продолжать оказывать давление, посмотрите, как сопротивляется семья Альбетовой. На каждый процесс приходят близкие родственники. На каждом процессе идет борьба за каждый пункт в деле. Конечно, там бессовестный, наглый, совершенно преступный судья сидит, который закрывает глаза на все факты, на все свидетели, на все на свете. То есть он закрывает глаза на все абсолютно факты, которые работают в пользу Альбетова, и протаскивает, протаскивает, протаскивает безумные совершенно обвиненные проповеди. И все равно надо на них давить. И все равно надо это делать. Потому что завтра все эти факты, они будут работать против них. Все равно мировое сообщество будет продолжать над этим, над всем работать, правозащитная структура и так далее. И мы все равно будем добиваться, чтобы восторжествовала законность. Но когда таких сопротивлений много, когда таких вот вариантов много, они тоже начинают отступать. Вы посмотрите, очень тихо, по-тихому опустили 6 человек. Людей из тюрьмы вытащили 6 человек. И по-тихому, по-тихому опустили. А почему? А если бы еще эти 6 раз сопротивлялись и сказали бы, нет, мы не будем отказываться от света опустения. А завтра еще 10. Вот представьте, у нас уже сейчас идет 7 процессов, да? Завтра будет еще 10, послезавтра. И все будут стоять на свороват. Я не виноват, я не хочу себя признавать виноват. Что делать этому дурному режиму? Ну что им делать? Они постоянно будут вынуждены врать, фабриковать дела. А ведь судьи тоже отказываются. Они тоже не хотят в этом участвовать. И отказываются и полицейские. Вы видите, самоотводов сколько у нас? У нас 3 самоотвода из 7 дел. 3 самоотвода судейских по 7 делам. Вот они крутятся, кружатся, не знают, как поступить. Но есть же и умные люди, которые осознают последствия своих дел. Поэтому судьи, прокуроры, следователи, другие люди, они не уходят. Они отворачиваются, уходят, перестают участвовать. С каждым разом им все труднее находить подельников. Это тоже надо понимать. Каждым разом вот этим людям все труднее находить подельников, чтобы оформлять свои грязные дела. Поэтому я все-таки призываю общество сопротивляться. У ДВК есть понятные, абсолютно осуществимые программы, абсолютно достижимые цели. Все это зависит от нас, от общества. Если нас будет много, когда нас будет много? Нас будет много, потому что мы будем над этим работать. Мы будем продолжать людей образовывать, мы будем продолжать рассказывать наши программы, продвигаться. И нас будет много. Уже сейчас, если вы заметили, никто не верит в то, что придумал Назарбаев про облязовое. Вот смотрите, сколько выпустили про облязовое обвинение. То есть началось с того, что беглый банкир, олигарх, потом начали обвинять в том, что 20 лет дали в прошлом году за какие-то безумные хищения. В этом году будет суд за то, что он якобы убил Татишева и так далее. То есть в экстремизме обвинили. Сейчас уже в публикации поменяли свою риторику в отношении облязовое. Писали по-разному, как только не писали, как только не обвиняли. Ну вот сейчас уже другая риторика. Банкир экстремист. Вчера написал Бестаев, выпустил очередную гадкую статейку. Меня, значит, назвал сообщницей облязова, а его назвал банкиром экстремистом. Ну нормально, что? Господи, сообщница, как сообщница, куда что-то переделаться. Риторика меняется, но все-то только ржут. Никто больше не воспринимает всерьез вот эти обвинения. Прошел год, и от того, что власти каждый день перекали в своем телевизоре, вот облязов, пор, облязов, пор, прошел год, никто не верит. Людям надоели эти разговоры, людям нужно что-то другое. Пока они кричали облязов, пор, простите, у них уже доллар 369. Ну и ладно, хорошо, а дальше-то что? Вы экспо провели, провалили. У вас, вон, бензин невероятный денег стоит. У вас люди без воды, без газа, без угля сидят. Я не понимаю, при чем тут образовывается. Его нет в стране 9 лет. Любой здравомыслящий человек об этом скажет. Правильно же? И я прошу всех все-таки консолидироваться. По-другому никак. Те люди, которые сегодня нам мешают, которые пытаются создать какие-то альтернативные площадки, сообщают о том, что у нас там какие-то неосуществимые цели, ну это логуны обыкновенные, потому что это люди, которые работают на режим и мешают консолидации общества. Если вы за перемены, вы сегодня объединитесь с нами, потому что завтра у каждой из этих партий будет площадка собственная. Никто не присвоил, не монополизировал право, не индукировал политическую площадку. Напротив, все идет, речь идет о том, чтобы создать самую широкую, самую свободную площадку для остальных политических организаций. Господи, да вот же, давайте мы сегодня все вместе снесем этот режим, а завтра у каждого из вас будет возможность бороться прозрачно, в правовом поле. Не надо регистрировать 40 тысяч человек, не надо падать в колени и просить, чтобы тебе зарегистрировали партию. Завтра все будут одинаково бороться, хоть три человека регистрируйте свою политическую организацию, и идите в парламент. Но ради этого же все это делать. Не ради того, чтобы Аблязов завтра создал свой муратан и сидел там до конца, до кончания веков. Все делайте для того, чтобы создать такую площадку для всех сразу. Хотите? Боритесь. Жена Казахстана, боритесь. Ермецовым, Шенликом, иди борись. Соберешь голоса людей, пожалуйста, заходи в парламент. Соберете голоса, идите. Но вы же этого не делаете, вы же не хотите объединяться для того, чтобы снести режим. Вы хотите все сделать, чтобы нам помешали. Я хочу, чтобы люди понимали, что ДВК не собирается резюфировать власть. Идея парламентаризма в этом и состоит. Парламентская республика без президента. Объединяемся, создаем свои организации, сколько хотите, какие хотите. Посмотрите, например, Украину. Сколько партий здесь действует. Каких только нет партий. Синий, красный, зеленый, серый, бурый, малый. Точно так же будет в любой свободной стране. Всего лишь навсего надо скинуть в себя вот эти оковы. Сегодня все говорят про Конституцию. А что о ней говорить уже? Ну что о ней говорить? Там нет ничего уже от той Конституции. От той Конституции, которую принимали в 93-м году, когда у людей горели глаза, когда всей страной обсуждали и переживали за каждый пункт. От той Конституции ничего не осталось. Сафантик, в который завернули права и обласы. Больше ничего. Для людей ничего не осталось, кроме выходного дня. Все. Я всем нам желаю успеха в этой борьбе. И я думаю, что все равно какая-то часть людей нас слышит, делает свои выводы. И мы так или иначе, маленькими шагами, мы придем к той цели, которую перед собой поставили. Я буду еще делать прямые эфиры в понедельник, в рабочий день. Обязательно выйду. И буду еще рассказывать дальше о наших процессах, потому что их много. И мы будем это делать до тех пор, пока не начнутся какие-то результаты. Спасибо. Прощаемся всем. Прощаюсь. Прощаемся. Спасибо. Прощаемся. Прощаемся.